Добро пожаловать на канал Немета Геймс и сегодня мы посмотрим на игру Ромбус. Поехали! Ну вот мы собственно в игре и на экране вы видите как саму игру, так и некоторые ее описания в виде плюсов и минусов игры. Сразу быстренько по плюсам кроссплатформа, активные разработчики, уникальные механики боя, по минусам флешу, мало контента, мало игроков. И давайте приступим собственно говоря к самой игре Ромбус. Итак, что мы имеем? Маленький город, вот это в принципе весь интерфейс, да? Тут сразу подсказка по картам, какая карта за что отвечает. Карты бойцов это атакующие карты, которые между собой и воюют в принципе, да? Карты заклинания это ослабление, карты оружия это усиление, золотые карты это какие-то уникальные карты, которые там кардинально влияют на игровой процесс. Ну и собственно говоря, что мы видим-то? Четыре кнопки, магазин, топ, колода и кнопка играть. Ну и город соответственно, куча всяких других вещей. Королевство это ачивки, тудейлики. В общем, есть несколько зданий, да? Что за что отвечает? Понятно, шахты, они отвечают за сбор ресурсов. Это золото, катализаторы и штольня, которая собирает зелень, валюту. Вот, есть склад, в котором хранятся сундуки, которые кстати можно открыть. А в сундуках хранятся всякие вкусности, типа денежек, катализаторов и золотых расходных карт. Более подробно о колоде. Итак, у нас есть колода, которая открывается по мере поднятия лиг. Я еще не добрался до бриллиантовой лиги до самой старшей, соответственно карты не открыты, да? И есть карты, которые открываются всякими там хитрыми способами. Например, вот это выдают за приглашение друзей в игру и выбор от себя наставника. Как отчасти социальных игр. Хорошая карта, кстати, очень хорошая, очень важная. Позволяющая в пвп собирать зелень. Вот, соответственно у нас есть также карта оружия, заклинания и золотые карты. Золотые карты всегда все открыты, они расходные, да? Но об этом чуть подробнее расскажу, когда речь зайдет о донате. И в принципе вот, мы имеем по 8 карт в каждой лиге. 4 из них открываются сразу. 4 из них нужно открывать при помощи слияния. Обычные прокаченные карты. И нескольких золотых карт. Ну, к сожалению, вот, например, жертв у меня не хватает, да? Чтобы открыть нового юнита. Здесь, соответственно, тоже мне не хватает клонов. Но здесь везде нужны клоны. Это довольно редкие карты, поэтому... Они редко выпадают, соответственно, довольно сложно. Колода составляется из 32 карт. 20 обязательно должно быть бойцов. Заклинания и оружия должны быть... По-моему, 10. И золотых карт может быть только 3, но... Я их с собой не беру. Потому что они расходные, а они еще пока мне нужны. Итак, далее. Режимы игры. У нас есть портал. Давайте в него сразу и зайдем. Здесь 3 испытания. Испытание удачи, испытание умения, испытание сил. Испытание удачи, это у нас простой рандом. Грубо говоря, рулетка. Повезет, стрельнет. Повезет, не стрельнет. Вот мне пока не везет. Видите, я уже 2 урона себе нанес. Вот у нас очки жизни 3 урона нанес. Ну, шансы, что я его уничтожу сейчас за один подход, очень маленькие. Обычно так не происходит. Но, тем не менее, я кое-как выиграл. Повезло. Получил свои денежки, получил доступ к кусочку, фрагменту руны, для того, чтобы попасть на испытание умения. Испытание умения, это такое испытание, где выставлены карты вражеские твои собственные. И там нужно при помощи ослаблений сыграть так, чтобы ты уничтожил карты врага и при этом сохранил свои. В испытании силы все упираются исключительно в силу твоих карт. Чем они прокачаны, тем там лучше. В испытаниях мы зарабатываем денежки и зарабатываем карты. Карты испытания, карты портала, которые открывают нам одни из уникальных карт. Они очень сильные и поэтому, в принципе, углубляться в портал имеет смысл. Далее, давайте посмотрим, что у нас тут с кланом. Есть клан Холл, в нем тоже есть воины. Я пока еще не дарился до войн, поэтому я там не участвую. Но основная суть плана это получение бонусов. Например, удокопы ускоряют сбор шахт. Обелиск там дает возможность увеличить силу катализаторов, тем самым повысить шанс улучшения карты. Казна добавляет бонус пожертвования клана. То есть, чем больше вы жертвуетесь, тем больше клан капает дополнительных денег. Ну и, собственно говоря, есть воинторг, в котором вы можете купить себе звание, бутылки, которые не очень нужны, и карты, которые, в принципе, тоже такие вот довольно важные элементы. Купаются фрагменты. Всего 50 нужно купить. Звание повышает весь золотой профит, который у тебя есть. По сути, все. Ну и давайте посмотрим, что там у нас, в принципе, есть. Выграть-то. Выграть у нас на данный момент 4 режима. Это практика. Стандартный бой с ботом, где вы можете использовать колоду, испробовать ее и не бояться тратить золотые карты, потому что там они как бы не тратятся. Пвп-дюель, соответственно, понятно. Рейд это такая штука, где, к сожалению, я вам сейчас не покажу, видите, у меня попыток нет. 20 минут еще ждать. Я не буду. Там нужно просто силой карт обыгрывать оппонента. Чем сильнее у тебя карта, тем выше шансы в рейде победить. И есть карта мира. Она достаточно большая, но есть уже игроки, которые эту карту полностью открыли и убили всех боссов на ней. Вот эти вот ромбики, это, собственно, боссы черепа. Это мертвые боссы. Их можно при помощи клановой обилки воскрешения воскресить. И победить их, заработав при этом чуть больше репутации, чуть больше клановых очков лояльности. Ом они так называются. На карте, опять же, появляются сундуки, которые мы можем благополучно собирать, да? И всякие разные ништячки вроде шахты, рабочих в шахте. Может быть, сейчас повезет, и мы что-нибудь из этого увидим. Ну, все, у меня кончились ходы. К сожалению, ничего интересного увидеть не получится. Ну и давайте я сделаю пару боев, чтобы вы видели наглядно. Да, у нас есть вот такое вот поле. Оно часто меняется. Полей всего, я насчитал, штук 10. Возможно, будут введены новые поля. Но пока вот сколько есть и как они выглядят, мы видим. Есть ромбовидные. Так скажем, ромбовидные. Да, они все ромбовидные, но есть прям вот ромбики. А есть кружочки. Кружочки это для размещения как раз-таки тех самых заклинаний, которые понижают параметры. Карт. Ну, в зависимости от цвета. И, соответственно, мы выставляем бойцов. Бойцы выставляются таким образом, чтобы угол перебил угол врага. Соответственно, чем выше твой угол, тем сильнее ты пробиваешь. Ну и нужно победить максимум карт врага. А то, как, например, сейчас я выиграю. Это кажется неинтересным, это кажется простым до тех пор, пока вы не идете с равными оппонентами в PvP, когда много карт, много умений, и там приходится реально понапрягаться. И подумать, как это все дело обстоит. На поле также выпадают фрагменты крутых карт. И, в принципе, вы их выбиваете. Пойдемте в PvP, сходим. В PvP ищется довольно быстро. Ну и, по сути, об игре все. То есть, все, что можно было показать, я показал. Ну и там, конечно, еще есть тонкости с улучшением карты, с пользой катализаторов, но там тоже ничего сверхъестественного нет. Там все понятно, интуитивно. А если вы еще в какой-нибудь клан вступите, в активный, то вообще будет просто чудесно. Так, этот бой для меня 100% удачный, потому что у меня сразу же в руке есть карта, которая дает мне при любом исходе боя, если я выкладываю один бриллиант, то есть, это зеленый камень, да, изумруд, наверное, все-таки, который является валютой. Вот. Ну, собственно, давайте, пока я тут пытаюсь как-то это дело вырулить и выиграть, поговорим о плюсах и минусах, да. Минус. Начнем с минуса, который я считаю самым большим, но не таким, чтобы, знаете, все, ставить крест на игре. Это технология, по которой она делается, это флэш. Флэш, к сожалению, технология устаревшая, и все меньше и меньше браузеров, все меньше производителей, там, игр, неважно чего, использует эту технологию. Соответственно, поддержка хуже, от этого страдает некоторая оптимизация, оптимизация, да, в нашем случае иногда зависает пвп-бои. Возможно, этот зависнет, возможно, не зависнет. Надеюсь, что нет, потому что победить все-таки хочется, да. Так вот, в остальном все как бы неплохо в этом плане. Что еще касательно минусов, да, мало контента, к сожалению, из-за того, что вот, третий минус, мало игроков, да, из-за того, что пока в игре достаточно мало игроков, это приводит и к тому, что мало контента. То есть, заметно, что контента мало. Карта уже есть, люди, которые полностью открыли и зачистили. Дуэли, там, вот эти всякие рейды, порталы, они обновляемые, то есть, они не всегда доступны. Соответственно, да, приходится как-то ждать и тратить время на то, чтобы появился новый контент. А в ПВП мало новых противников, в основном попадаются одни и те же люди, и там чисто исключительно уже получается, знаете, как бы, ну, кто во что гораст, и как повезет, как карта ляжет, да, соответственно, в этом плане, конечно, есть небольшой минус. Но в остальном минусы на этом и заканчиваются, по сути. За счет того, что очень интересно исполнены бои, довольно уникальные, такие приятные, да, где нужно подумать, вот как сейчас, в принципе, довольно тяжелый бой, у него хорошая карта пошла, а у меня как раз-таки, наоборот, плохая пошла, тем не менее, пытаясь выиграть, да. Приходится подумать, это круто, это интересно, это реально захватывает, и, ну, это интересно, да. А что еще плюсы? Кросс-платформенность. Кросс-платформенность. В которой у нас уже есть Майл, ВКонтакте, и, вот, кстати, меня выиграли. А я, смотри, сейчас все равно получу один бриллиант, вот, что самое важное. Так вот, Майл, ВКонтакте, Одноклассники, само собой, понятно, это все, в принципе, одна и та же платформа. Добавили недавно разработчики какую-то зарубежную вообще не Congerate или как-то так платформу. Плюс в Google Play Market добавили игру. Сейчас работают над тем, чтобы выбиться в Steam и, соответственно, еще и в Facebook. То есть обороты набираются и минус, который называется мало игроков, в скором времени просто начнет постепенно сходить на нет, потому что игра действительно стоящая и интересная и она захватывающая. Контента довольно много, чем заняться в игре есть. И, соответственно, контент будет пополняться. В скором времени они выкатят обновления. Я думаю, что если оно будет реально большим и сочным, я даже, может, видео отдельное сниму, да, про это самое обновление. Но контента тоже становится больше. Это вот самый главный плюс, который так и выделен активные разработчики. За счет того, что разработчики постоянно что-то делают, фиксят какие-то баги, стараются работать над оптимизацией, над появлением новых платформ, да, и так далее, и тому подобное. Игра развивается, это видно. То есть, это значит, что контент новый будет появляться, что новые какие-то вещи будут делаться, и как бы проект будет развиваться, и, соответственно, привлекать все больше и больше игроков за счет массовости платформ, на которых он выходит, и за счет увеличения контента, количество и качество его, да. И теперь мы плавно перейдем к такой нейтральной теме, в данном случае ни к минусам, ни к плюсам, это донат. В игре он, естественно, есть, как и в любой ККИ, он выглядит таким образом, что, типа, как бы мы донатим на покупку бустеров. В основном это золото, да, и покупка бустеров, ну, и ускорители всякие. Понятное дело, что человек, который много-много-много донатит, будет иметь некоторое преимущество перед игроками, которые не донатят много-много-много. Но в то же время донат сильно не переваливает, да, Pay to Win здесь нет, потому что абсолютно всего можно достичь самостоятельно. Давайте я, как бы так вот на своем примере сейчас расскажу. Я играю чуть меньше двух недель, но скоро будет две недели, и за это время я практически полностью развил свой город. Пятый уровень зданий максимальный, за исключением библиотеки, там может быть четвертый уровень. Все, все остальные пятого уровня это максимальное значение построек. Плюс карта, да, если мы открываем карты только за счет того, что я еще пока не выбился в лигу в самую высокую, у меня не открыты карты вот этой лиги, да, соответственно, но практически все карты обычных лиг открыты и прокачаны до максимального шестого уровня, который возможен за золото. Всего в игре девять уровней, вот одна карта у меня уже седьмого, но там уже нужно ожертвовать прокачанную карту немножко посложнее, да, поинтереснее. Ну и, конечно, вот надо накопить еще пока нужно накопить побольше золотых карт, чтобы были вот они такие. Многие подумают, типа, ну окей, золотые карты выпадают из бустеров, соответственно, чем ты больше задонатил, тем у тебя больше расходников, тем ты круче и чаще можешь использовать уникальные карты. С одной стороны это все верно и правильно, но есть одно но, которое называется, вот сейчас я покажу библиотеку, прямо покажу, вот это черная карта. Она случайным образом делает одну из золотых карт черной и значит больше она не будет расходной. То есть ты сможешь эту карту использовать бесконечное количество раз. и всего этого можно достигнуть совершенно игровыми методами без реально там тон доната. Можно, конечно, ускорить процесс задонатив, а можно не ускорять процесс и не донатить. А может случиться так, что тебе повезет настолько, что тебя почернеют именно те карты, которые тебе действительно нужны. И получится таким образом, что ты всегда будешь использовать нужные крутые золотые карты, потому что они черные, да, и никаких проблем тебе это вообще вызывать не будет и, соответственно, донатить тебе не придется. По крайней мере, вот на этот аспект. А в остальном я больше, в принципе, никаких преимуществ особого от доната не увидел. Конечно, да, он ускоряет, он упрощает, но, тем не менее, вот за две недели я достиг практически максимального развития города. Думаю, что через неделю он уже будет максимальный, потому что я еще много в клан задонатил относительно, да, ну и так далее, и тому подобное. Много потратил на апгрейд карт, тем не менее, вот карта у меня уже тоже практически прокачана, по крайней мере, моей фракции. Соответственно, донат здесь не pay to win. Ну и давайте подведем какие-никакие итоги. Игру однозначно рекомендую. В нее я играю сам. Буду ли я играть через месяц, сказать не могу, потому что я персона непостоянная. Но, тем не менее, сейчас, вот две недели я играю, мне нравится, выйдет, возможно, новое крутое обновление, и тогда, возможно, я еще и видео запишу, и будет еще что-то интересное в игре, новое. Ну вот, пока рекомендую всем любителям хороших тактических боев, типа, там, шахмат или что-то такого, сёги там, знаете ли, от шашечки, где нужно подумать, прикинуть. Идеальная игра, отличная. Есть проблемы с оптимизацией, их пытаются решать и потихонечку решают, правят баги, поэтому, как бы, надеемся, что в скором времени проблем станет меньше, а позитивных вещей станет больше, и это, в принципе, наглядно видно в той же самой группе разработчиков. Ну и все, в принципе, да, поиграйте, добавляйте меня в друзья, ссылочка будет в описании, ну, чтобы запрячь меня на шахте работать. А что делать? Все работают на шахтах. Так вот, на этом все. Не забываем комментировать, высказывать свою точку зрения, ставить лайки, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео, говорить какую бы еще интересную игру в ВКонтакте или в Одноклассниках, боже, упаси, я даже зарегистрируюсь там для вас специально, если хотите, я бы обозрел. И хотите ли вы еще, например, новых видео по данному проекту, более подробных каких-то. Ну, и все, с вами был я, пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok